Генеральный план города утвержден постановлением правительства Республики Казахстан от 25 июля 2011 года. До этого действовал план, утвержденный в 1971 году городским центром архитектуры и градостроительства. Сегодня в генеральный план города внесены изменения. Подробнее в сюжете. При разработке генерального плана учитывается численность населения территории города. Он был принят в расчет с численностью населения 400 тысяч человек, площадью более 31 гектара. На основании генерального плана в установленном порядке утверждены проекты детальной планировки правобережной и левобережной частей города семьи. Одним из важных условий комфортного проживания для жителей города является обеспечение жильем, а также доступность его приобретения. С начала года с привлечением частных инвесторов было построено и заселено 5 многоквартирных жилых домов общей площадью более 14 квадратных метров, то есть 147 квартир. А также 5 многоэтажных жилых дома общей площадью 19 тысяч квадратных метров будут сданы в эксплуатацию в текущем году. Каждый жилой район будет иметь свою инфраструктуру, будет обеспечен светом и водой. В том числе будут школы и садики в каждом районе. В настоящее время два района у нас полностью обеспечены светом и водой, выделены земельные участки и строятся дома. Это районы Ушактар и Компоселок. Работает садик вместимостью 320 детей. Было выделено 70% участков и построены дома. В прошлом году по программе «Одноэтажный Восток» в районе Ушактара было сдано 20 домов, 40 квартир. В Компоселке дополнительно построено 125 таких квартир. Руководитель отдела также остановился на незаконном строительстве в городе. Из каждого уголка города можно наблюдать возведение зданий, несоответствующих общей архитектуре, новых сооружений, несущих нагрузку на центральные коммуникации, особенно на тепловые сети. Отдел архитектуры и градостроительства в соответствии с законом проводит мониторинг строящихся объектов и в случае отсутствия разрешения направляет письмо в Управление по контролю за использованием и охраной земель Восточно-Казахстанской области для принятия мер в пределах своей компетенции. «Мы говорим о согласовании строений, о проектном эскизе. У нас нет в архитектурном разделе контрольной функции. Мы отправляем материал в строительную инспекцию области. Мы обращаемся в областную строительную инспекцию, отправляем им письма. Все через государственный архитектурный контроль. Идет проверка. Жители обращаются к нам с целью выбора участков. Мы рассматриваем план детальной планировки и объясняем, в каких районах можно начинать строительство». На сегодняшний день по проекту детальной планировки для жилого района Карагайлы строятся различные объекты. Здесь предусмотрено строительство 227 многоэтажных жилых домов. Планируется строительство четырех общеобразовательных школ на 1200 мест, пять детских садов на 320 мест и ледового модуля на 500 зрителей.